Полиция проводит проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Напомню, накануне вечером на 25-м километре трассы Ярославль-Рыбинск на встречную полосу вылетел Hyundai Solaris. 30-летний водитель не справился с управлением, после чего его автомобиль в лобовую столкнулся с Лиазом. Автобус ехал в Рыбинск, в этот момент в нем находилось около 20 пассажиров. От удара водитель иномарки погиб на месте, а семеро пассажиров автобуса получили травмы. Водитель Лиаза со сломанной ногой тушил загоревшийся автобус, который, кстати, был застрахован и теперь пострадавшие могут прийти давать на компенсации. В страховой компании сообщили, что для получения денежного возмещения пострадавшие должны обратиться к страховщику со стандартным комплектом документов. Заявление, документ удостоверяющий личность, вправка ДТП и медицинское заключение с описанием полученных травм. ДТП стало причиной дневной пробки на Павлушкиной роще. Там не смогли разъехаться Мерседес и грузовик. Пострадавших, к счастью, нет, а вот автомобилям, особенно легковому, предстоит ремонт. А никто не пострадал? Да нет, вот, как видите, вроде. Все нормально. Не, просто так, хотя бы подробнее, чтобы понимать, как это вообще в формате дорожного движения было. Вы откуда ехали? А это двигалось параллельно или напротив? Как оно? Одна машина выезжала, а вторая по кайму ехала. Не успели разъехаться. То есть вы не уступили и вам не уступили? Я виноват, вроде как со второстепенной выезжал. Так получилось. Играли, хотя знали, что это незаконно. Ярославец пытается добиться справедливости, прекрасно понимая, что сам совершил правонарушение. Тему продолжит Александр Лисицын. Ярославец Андрей утверждает, его побили из корыстных мотивов. Мужчина зашел в один из спортбаров Ярославля. Там выпил и решил сыграть в азартные игры. Специальная программа, по словам пострадавшего, была установлена на одном из компьютеров. Вы выиграли что-то? Да, 70 тысяч. А вот вы шли играть в игровые автоматы. Вы же знали, что это незаконно? Конечно, незаконно. Я знал. А зачем играли? Вы знаете, азарт. Есть такое слово – азарт. Денег Андрею не дали. Вместо этого, утверждает мужчина, отвели за угол и побили. На помощь подоспела жена. Кстати, мягко говоря, тоже навесили и наряд полиции. Проверка спортбара, по мнению супругов, была подозрительно долгой. Это бесполезно, разговаривает милиция, подкупленная. Милиция вся подкупленная. Они играют в казино. Меня выгнали отсюда. Здесь милиция, они их даже не штрафуют, не выгоняют ничего. Они это записывают, они это не покажут. В полиции нам пояснили, оборудование спортбара пока проверяют на наличие программ с азартными играми. Александр Лисицын, Сергей Мазилов. День в событиях. А вот в Рыбинске накрыли целую сеть подпольных казино. В ночь со среды на четверг полицейские вышли в рейд по пресечению незаконной игорной деятельности. Они изъяли 50 игровых автоматов и более 20 компьютерных блоков для азартных игр. Вся техника размещалась в пяти замаскированных помещениях на улицах Стоялая, Крестовая, Герцена и Луначарского. Как водится, в казино была охрана, которая не спешила впускать полицейских. В части адресов пришлось двери открывать силой. Тем не менее, внутрь попали, оборудование изъято. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются организаторы игорной деятельности. Внимание, розыск! Заволжским отделом полиции разыскивается Махмадрасул Ибрахимов. 13 июня молодой человек уехал на работу, предположительно в деревню Ватолина Ярославского района, и не вернулся. Примета пропавшего на вид 23 года, среднего роста, плотного телосложения. Был одет в серую футболку с зеленой надписью и серые шорты. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Махмадрасула Ибрахимова, просьба сообщить в полицию. Молодежь и полиция вместе. В Борисоглебском районе сегодня открылся областной слет. Это совместный проект правоохранителей и агентства по делам молодежи. В нем участвуют более 160 человек. Это сами полицейские и молодые люди, которые планируют поступать в вузы МВД России. За четыре дня собравшимся предстоит пройти спортивное ориентирование, сыграть в лазер-так, пострелять из пистолета. Полиция отмечает, что главная цель слета – показать молодежи особенности службы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok